Хочу рассказать о своей безуспешной деятельности по поводу обжалования последствий недействительности ничтожных сделок по изменению вида разрешенного использования земельных участков. Те, которые были приобретены Абасовым и мною у третьих лиц, лиц, аффилированных полностью к администрации муниципального образования. Абасов Алексей Викторович, так же, как и я, мы приобретали данные земельные участки у третьих лиц. То есть ни один земельный участок нами, как застройщиками, не был приобретен напрямую у администрации муниципального образования города Саратов. Всем земельные участки мы приобретали по договору замены стороны в обязательстве. О том, что данные сделки ничтожны, я узнала из иска прокуратуры города Саратова, по которому прокурор города Саратова обратился с иском к Черновой Галине Ивановне и Синатрусову Александру Серафимовичу с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки и признании сделки недействительной. В данном процессе было вынесено апелляционное определение от 31 августа 2018 года судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда, где представители прокуратуры города Саратова и представитель прокуратуры Саратовской области Горин, я не знаю имя отчества, я только называю инициалы, заявил под протокол судебного заседания, что срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет 3 года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, то бишь прокурором, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня начала исполнения сделки. Эта сделка была оспорена, иск прокурора был удовлетворен, а дальше началось совместное наше битье с адвокатом, адвокат у меня Боус Андрей Джамбекович, головой об стенку. Мы говорим, извините, но у нас все земельные участки были выделены по такой же схеме. Я обращалась в прокуратуру города Саратова, я обращалась в прокуратуру Саратовской области. Это все безуспешно. Вот у меня на столе лежат масса отписок. Да, были вынесены решения судов, были вынесены решения судов Кировского района города Саратова, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решения суда были оставлены в силе, и были вынесены решения заводским районным судом города Саратова. Я хочу обратить внимание на отзыв на исковое заявление, который подает прокуратура города Саратова, прокуратура Саратовской области в лице представителя того же Горина, где он пишет, на основании изложенного, несмотря на ничтожность сделок по изменению разрешенного вида использования земельного участка, удовлетворение исковых требований Черновой ГИ как ненадлежащего ИСА невозможно. То бишь, они говорят, да, Чернова передала земельный участок застройщику, в данном случае ООО «Миал Девеломпмент». Да, Чернова не является в настоящий момент стороной сделки. Но, пожалуйста, так же как и по Томской, как в первом случае, который я сейчас озвучила, у прокурора есть право обжаловать недействительность этой сделки. И если мы говорим здесь о том, что здесь будут нарушаться права дольщиков, то я на 100% могу сказать, что участок 12400, он не застроен. И это подтверждается, опять же, приложениями, теми, которые представила в суд представитель прокуратуры Саратовской области. Да, была остановлена стройка на одном земельном участке, где один из домов в степени его готовности была 7 этажей из 8. То есть осталось только техэтаж и крышу, потому что директора посадили в тюрьму, соответственно, строить стало некому. А на втором земельном участке господин Горин здесь пишет, что построек нет, что он зарос растительностью. Хорошо, прекрасно. Если господин Горин говорит, что там нарушаются права участников долевого строительства, то что нарушается на участке, который не застроен объектом капитального строительства, и на нем отсутствуют какие-либо вообще начинания недостроенного жилого дома. Далее. Хорошо, мне отказали, как ненадлежащей стороне. И, извините, сейчас сразу скажу. Обращалась в заводской районный суд города Саратова. Опять же, господин Горин дает точно такой же отзыв на исковое заявление Черновой. На основании изложенного, несмотря на ничтожность сделок, по изменению разрешенного вида использования земельного участка, удовлетворение исковых требований Черновой как надлежащего исца невозможно. То есть, прокуратура Саратовской области, прокуратура города Саратова, она знает о ничтожности этих сделок, но не предпринимает никаких действий и не предпринимает никаких шагов. Я, как всегда, ну это мой стиль работы, я никогда не обращаюсь в одно ведомство, я обращаюсь сразу во много. Прокуратура города Саратова, прокуратура Саратовской области, прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет, Совет Федерации То есть я рассылаю во все В надежде, что где-то кто-то что-то услышит В данной ситуации нет Более того, я получаю многочисленные отписки В данной ситуации ответ за подписью господина Ломакина От 20 ноября 2018 года Прокуратурой города принималось участие в судебных заседаниях районных судов города Саратова При рассмотрении ваших исковых заявлений О признании незаконным дополнительных соглашений Прокуратурой к каждому исковому заявлению Направляется мотивированный отзыв Давались пояснения Суд при выяснении решений по вашим исковым заявлениям давал оценку Нарушений со стороны работников прокуратуры города При участии в гражданских делах А также при подготовке и направлении ваш адрес ответов не установлено Далее 26 ноября 2018 года Это уже за подписью заместителя прокурора области Мельник За истекший период в 2017 году Прокурорами направлено в суд общей юридикции 15 исковых заявлений О признании недействительными дополнительных соглашений Об изменении вида разрешенного использования земельных участков По 13 из которых требования удовлетворены В удовлетворении двух заявлений судом отказано За истекший период 2018 года прокурорами направлено в суд общей юридикции 25 исковых заявлений Я не буду здесь приводить эту статистику Я хочу просто обратить внимание на действия прокуратуры Выявленные нарушения явились также основанием для внесения прокуратурой области и города Саратов Представлений в администрацию муниципального образования город Саратов И объявление заместителю главы администрации В круг должностных обязанностей Которого входят вопросы распоряжения земельными участками Предостережение Предостережение Даже не выговора Не какого-то там материального наказания А просто предостережение По результатам принятых мер удалось добиться Исключение случаев незаконного изменения Вида разрешенного использования земельных участков для многоэтажного строительства Здесь же господин Мельник также ссылается на решение заводского районного суда Про которое я говорила в самый первый раз Где был удовлетворен иск прокурора А дальше Кроме того Установлено, что решением Кировского районного суда Отказано в удовлетворении вашего заявления К администрации муниципального образования Город Саратов О признании сделок недействительными Указанное решение суда не вступило в законную силу В случае несогласия с указанным решением суда Вы вправе самостоятельно обжаловать его в апелляционном порядке Сначала прокурор говорит, что Чернова не является стороной по делу Вы и в ее исковых требованиях ей необходимо отказать А далее прокурор говорит, что вы можете обжаловать это решение суда Ну здесь какой-то нонсенс Более того, я понимаю, я слежу за прессой Я слежу за новостями Я слежу за судебной практикой И я вижу, что прокуратура города Саратова и прокуратура Саратовской области Очень активно обращаются в суды различных И в суды общей юрисдикции, и в арбитражные суды С исками о признании сделок недействительными Почему заколдованы земельные участки Абасова Я до сих пор не пойму Я не пойму, почему Я обращаюсь сама Я говорю, ребят, обратитесь с иском То вот в порядке статьи 45 Как на вас возложена обязанность Пожалуйста, обратитесь Нет, они же понимают, что это сейчас будет ответственность В том числе и сотрудников муниципального образования Далее вернусь к сроку исковой давности Здесь у меня ответ за подписью Заместителя прокурора города Саратова Смирнова Где, как обычно, по вот этой по иерархии Дошло до прокуратуры города Саратова Спустилось сюда, и господин Смирнов мне отвечает По итогам проведенных проверок С учетом положений приказа Принимались меры прокурорского реагирования В виде предъявления в суд соответствующих исковых заявлений Проверками охвачены все участки В отношении которых изменялся разрешенный вид использования С целей, не связанных со строительством На проектирование и строительство многоквартирных домов В том числе указанной в вашем обращении Одновременно разъясняю Что прокурор вправе На основании статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Обратиться с заявлением В защиту прав и свобод интересов граждан Но согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации Общий срок исковой давности составляет 3 года Истечение срока исковой давности О применении которой заявлено стороной в споре Является основанием к вынесению судом решения Об отказе в иске На основании он делает ссылку И возвращаюсь Это от 31 августа 2018 года Это от 14 августа 2018 года Разница в 2 недели Почему настолько полярна позиция прокуратуры? То есть здесь в суде прокурор, подавший иск, заявляет Что срок исковой давности течет только тогда, когда лицо узнало А здесь он мне говорит, что это является самостоятельным основанием Я подчеркиваю даты 14 августа 2018 и 31 августа 2018 Разница в 2 недели Но позиция вот просто полярна Я не могу узнать, какая цель Какая цель и какова судьба земельных участков Которые приобретались мною и Абасовым Я не могу узнать, какую цель преследуют прокуроры Далее хочу вернуться к уголовному делу Которое было возбуждено в 2017 году Оно было возбуждено по незаконной выдаче разрешения на строительство В прессе это возбуждение уголовного дела очень широко освещалось Это уголовное дело Тогда дольщики встретили аплодисментами возбуждения уголовного дела О незаконной выдаче разрешения на строительство Далее все документы я в редакцию предоставлю Далее оно было соединено с нашим основным Поскольку разрешения на строительство выдавались на те земельные участки Где я являюсь обвиняемой в незаконном привлечении денежных средств Участников долевого строительства Хорошо, если у меня незаконное привлечение денежных средств участников Значит у меня незаконные документы Хорошо, что делает следователь Колосова Следователь Колосова 17 декабря 2018 года Разъединяет наши дела Где выделено уголовное дело Последняя цифра 0242 В отношении неустановленных должностных лиц Администрации МОО Город Саратов И ее структурных подразделений Которые незаконно выдали разрешение на строительство многоквартирных жилых домов А также продлили сроки действия разрешения на строительство Она их разъединила Дальше Я обращаюсь с ходатайством Говорю, ну раз вы не установили должностных лиц администрации МОО Город Саратов И ее структурных подразделений Которые выдавали разрешение на строительство Мы с вами все взрослые люди И мы понимаем, что на каждом разрешении на строительство стоит подпись И когда оно проходит согласование, его должностные лица согласовывают Далее 14 мая 2019 года от обвиняемой Черновой поступило ходатайство О ее допросе в рамках расследования уголовного дела 0242 Где я говорю, ну раз вы не можете установить Давайте я вам скажу, кто выдал разрешение на строительство На что мне отвечают Что 15 мая уголовное дело производством приостановлено Потому что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено Не установлено Все, обжаловать данное постановление о приостановлении я не имею права Поскольку по данному делу я не была допрошена даже в качестве свидетеля То есть у меня статус по тому делу не определен Более того, наши следственные органы и прокуратура и ГСУ Главное следственное управление Тот, кто ведет мое уголовное дело И тот, кто мое уголовное дело контролирует Они доложили в Министерство внутренних дел Российской Федерации О том, что следственные действия по моему уголовному делу закончены И к уголовной ответственности привлекаются члены преступного сообщества Совместно с сотрудниками администрации МО Город Саратов Мною сейчас сделан запрос в Министерство внутренних дел Российской Федерации О том, чтобы мне прислали официальный текст уведомления, который был опубликован Который прошел по федеральным телеканалам Кто же все-таки для того, чтобы я обратилась с запросом в компетентные органы Кто же из сотрудников администрации является членом преступного сообщества Потому что по тому уголовному делу, по которому у нас сейчас проходит ознакомление Ни одного сотрудника администрации МО ГО нет Но при этом в моем обвинении везде звучит Что при помощи неустановленных лиц они изменили вид разрешенного использования При помощи неустановленных лиц они получили разрешение на строительство При помощи неустановленных лиц они получили градостроительный план При помощи неустановленных лиц они изменили предельно допустимые параметры строительства на данном земельном участке. Но если следствие считает, что эти лица неустановлены, вы допросите меня и установите. У следствия и, соответственно, у прокуратуры нет цели установить, кто же все-таки выдавал. Ну, я говорю, я сейчас у меня все документы вот эти отсканированы, несмотря на то, что сотрудники АПЭП регулярно изымают у меня технику, ноутбуки, в любом случае я как бы заявляю это на камеру и говорю, все документы у меня находятся в отсканированном виде. Они все размещены на электронных носителях. Более того, эти электронные носители размножены в нескольких десятках экземпляров. Это сделано мною для того, чтобы я могла защищаться. Защищаться от предъявленного мне обвинения. Потому что они пришли, изъяли, мне копии снять не дают. У меня вот сейчас изъяли ноутбука, где у меня находится фото 180 томов уголовного дела. Все. Мне отказано в предоставлении копии с данного ноутбука. То есть, соответственно, я должна сейчас начать ознакомление уголовного дела заново. Потому что у меня томов уголовного дела нет. У меня фото в том ноутбуке. Поэтому все документы у меня находятся в отсканированном виде. Естественно, я сейчас в редакцию их предоставлю, потому что они у меня есть. И вот эти бесконечные отписки в отказе в удовлетворении моих заявлений о том, чтобы прокурор у города или прокурор области обратились с исковыми заявлениями в суд о признании недействительными сделок и о привлечении тогда, если эти сделки недействительны, если эти сделки ничтожны. Ну, значит, тогда кто-то должен за это тоже понести ответственность. Мы, извините, мы строили на основании тех документов, которые получали в установленном законном порядке. И мое обвинение, оно все пестрит словами. В установленном законном порядке. В установленном законном порядке. Так, простите, мне следователь отказывает, ну, я об этом уже писала и взгляд это публиковал, что у меня даже уплата налогов это видимость строительства. Так это не видимость, это обязанность руководителя платить налоги. Это обязанность руководителя платить заработную плату своим сотрудникам. Если руководитель не будет платить заработную плату, вот он тогда будет привлечен к уголовной ответственности за невыплату заработной платы. У нас получаются такие весы. Платишь, ты преступник, потому что ты эти деньги используешь по своему собственному усмотрению. У меня так следователь пишет. Не платишь, ты преступник, потому что ты не выплачиваешь зарплату сотрудникам. Так тогда, не знаю, дешевле вообще не заниматься, вообще никакой предпринимательской деятельностью. Также я хочу обратить внимание редакции, что я получила 6 февраля, еще находясь в СИЗО, ответ за подписью господина Волошенко. Копия вашего обращения, содержащая доводы о нарушении земельного и градостроительного законодательства при изменении вида разрешенного использования, рассмотрена. Проведенные прокуратурой проверками выявлено свыше 40 фактов незаконного изменения вида разрешенного использования земельных участков. В целях исключения случаев незаконного изменения вида разрешенного использования внесены представления в администрацию муниципального образования. Заместителю главы объявлено предрестережение. В результате принятых мер в дальнейшем нарушения при выдаче на строительство многоквартирных домов не выявлялись. Разрешения выдавались в порядке статьи 51 градостроительного кодекса Российской Федерации. У меня тогда вопрос, публичный вопрос господину Волошенко. Хорошо, если он сейчас пишет, в дальнейшем нарушения при выдаче разрешения на строительство не выявлялись. А ранее, я вот задаю публичный вопрос, а ранее тогда нарушения были и в каком порядке выдавались разрешения на строительство? Если у нас уголовное дело о незаконной выдаче разрешения на строительство приостановлено, и лица, которые выдавали разрешение на строительство не установлены. При строительстве многоквартирных домов привлекаются денежные средства граждан. Проверка установлена, что застройщики, дольщики и иные лица не оспаривали договоры долевого участия в проблемных многоквартирных домах в связи с недействительными ничтожными соглашениями об изменении вида разрешенного использования земельных участков. Да, застройщики и дольщики и иные лица не оспаривали договоры долевого участия в проблемных многоквартирных жилых домах. Но это и не делали сотрудники прокуратуры. На них обязанность по оспариванию недействительных ничтожных сделок, она возложена законом. Именно на них, статьей 45 Гражданского процессуального кодекса, возложена обязанность следить за действительностью сделок, которые совершает администрация МОО города Саратова. Здесь также ссылается господин Волошенко на решение, которое было принято апелляционным определением. Это вот то первое, с чего я начала от 31 августа 2018 года. И далее, что Черновой было отказано в удовлетворении заявлений, поданных Черновых к администрации муниципального образования города Саратов о признании сделок недействительным, как на территории заводского района, так и на территории Кировского района. Таким образом, оценка ваших доводов о несогласии с вынесенными решениями судов, она может быть дана только судами. Все, прокуроры самоустранились. И дальше, к земельным участкам, к обжалованию сделок это уже не имеет никакого отношения. Я просто хочу остановиться на факте возбуждения, либо невозбуждения уголовных дел. По моему уголовному делу, поскольку, естественно, для меня это является головной болью, это моя жизнь, это моя судьба, эксперты, общество с ограниченной ответственностью, АВК-эксперт, проводят экспертизу. Эксперты Сурнин и Шуваев, они проводят экспертизу абсолютно другого объекта. Абсолютно другого объекта. Если у нас площадь земельного участка, на котором 4-й Чернышевский проезд составляет 1346 квадратных метров, то площадь земельного участка, которой обследуют эксперты, составляет 69,41 квадратный метр, что практически в 4 раза больше, что площадь жилой застройки, они исследуют 20 801 квадратный метр, у нас же почти 14 тысяч квадратный метр. Более того, у нас даже этажность не совпадает. Если у экспертов, эксперты обследуют 26 этажей, то у нас по проектной документации 22 этажа. У экспертов в их заключении присутствуют 4-комнатные квартиры, у нас их вообще нет. Естественно, я обращаюсь с заявлением о привлечении господина Сурнина и Шуваева к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, поскольку, ну извините, это деньги, это деньги. Более того, к данному заявлению я прикладываю материалы из уголовного дела, где отчетливо видно, что и фотографии, и фотографии мы здесь были вместе с Боус, это были и фотографии и старого периода, и нового периода, что какие-никакие работы на этом участке производились. Это сваи, это сваи на берегу Волги, это дорогое удовольствие. Также отвечает мне, по-моему, прокуратура Саратовской области, что доводы о частичном расхождении, о частичном расхождении отдельных данных, да, отвечает, как обычно, господин Волошенко. Нет, оно, расхождение всех данных, ни один параметр из заключения эксперта не совпадает с параметром в проектной документации и в разрешении на строительство. Что обследовали эксперты, АВК-эксперт, я понятия не имею. Вот, доводы о частичном расхождении отдельных данных, содержащихся в заключении комплексной технико-экономической экспертизы с данными проектной документации, нашли свое подтверждение. Вместе с тем, указанные технические ошибки не влияют на окончательные выводы экспертов, поскольку натурным исследованием ими установлено полное отсутствие строений и следов строительно-монтажных работ. Таким образом, в уголовном деле имеются письма из прокуратуры заводского района, где прокурора заводского района говорят, что там вот было натурным исследованием, было обнаружено, было зафиксировано, что там ведется работа по бурно-бивным сваям. Здесь эксперты пришли и не нашли никаких следов. Господин Волошенко говорит тоже, но здесь кто-то врет. Либо врут прокурора заводского района, либо врут эксперты вместе с господином Волошенко. Я обратилась с данным заявлением к Колосовой, ну, как обычно, это все дальше. Мне, естественно, ответили, что мое заявление приобщено к материалам уголовного дела, и, соответственно, мое заявление о привлечении экспертов или не привлечении экспертов к уголовной ответственности, оно будет рассмотрено в суде первой инстанции. И таких заявлений в моем уголовном деле масса. Также один из земельных участков ООО «Градинвест», как бы имеющий коммерческое номинование, ЖК «Южный», площадью приблизительно 5,5 гектар, это бывший саратовский авиационный завод. Достался он юридическому лицу, где одним из учредителей был Абасов Алексей Викторович, он достался уже с переводом под многоэтажное жилое строительство. Знакомясь с материалами уголовного дела, где следователь Колосова вменяет, ну, лично мне, в вину незаконный перевод с помощью неустановленных лиц, например, там, с площадки для занятий физкультуры на многоэтажное жилищное строительство, она считает это преступными действиями. Но перевод ранее, вот эти 5,5 гектаров, это, согласно экспертизе, это была площадка Б, бывшая территория аэродрома. То есть следователь Колосова не усматривает преступных действий в действиях бывших владельцев этих земельных участков, которые из площадки Б, стратегического объекта, при помощи, как мне известно, депутатов городской думы Кудинова и Сурменева, перевели данные земельные участки в подмногоэтажное жилищное строительство. Поэтому, что какое преступление совершили мы, когда мы приобрели эти земельные участки уже с зарегистрированным, измененным видом разрешенного использования подмногоэтажное жилищное строительство, ну, мне непонятно. Мне непонятно, как и многое непонятно из того же уголовного, ну, из того же моего уголовного дела. Также при помощи вышеназванных депутатов, депутаты эти являются совладельцами банка Синергии, банк Синергии сейчас банкротит и Абасова, и меня, в любом случае здесь есть прямая материальная заинтересованность. Мы также получали градостроительные планы и разрешение на строительство также с их помощью. Без помощи должностных лиц, либо администрации муниципального образования, либо депутатов городской думы. В нашем городе, ну в тот период времени, когда мы работали на законных основаниях, я подчеркиваю, именно на законных основаниях, потому что все документы у нас, которые есть, почему не расследуется уголовное дело о незаконной выдаче разрешения на строительство, почему оно приостановлено, а потому что там фактуры нет. Они возбудить возбудили, они доставили общественности радость, дольщики поаплодировали, да, они возбудили, но дальше-то они приостановили, они даже лицо не могут установить, ГСУ, главное следственное управление, они не могут установить лицо, выдавшее разрешение на строительство. Оно возбуждено в 2017 году, а на дворе 2020 год, ну два с половиной года расследуется уголовное дело и не могут. Поэтому, ну, я считаю, что как бы в любом случае в нашем городе, ну все застройщики работали по одинаковой схеме, просто я решила об этом говорить, ну а кто-то об этом говорить не хочет.